Бессарабия Полиция препятствовала представителям ассоциации жертвы политических репрессий и гражданским активистам после того, как они попытались потребовать объяснений от местных властей, которые не позволили им выступить на мероприятии, посвященные этой дате. Я приготовил сценарий, я приготовил администрация необолшевикой в городе Белц, вместе с представителями русской бисерики, для того, чтобы не neutralизировать. Мы говорим, дайте новую кувенту, что мы плекем. Нет, 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 есть какой-то оратор, который мы гасим, мы все расследуем кувенту, вы кувенту навец, вы вынкадриваете программу. Некоторые участники этого мероприятия были недовольны тем, как местные власти его организовали. Они утверждают, что представители примареи не учли тот факт, что все должно было быть организовано с учетом памяти жертв, депортированных бессарабцев. Повторяется 41-й год, когда высылали в Сибирь. Вот и все. Тут нам навязывают свои мысли, свои эти сами. Мы сами, мы собрались, кто был высыл, кто родился там. Мы свое мнение. А зачем нам какие-то программы? Это идет и политика. А мы не хотим участвовать в политике. Мы никогда не были в политике. Мои деды, которые умерли там, в Сибири, их застрелили там, с головы помирали. Ни один не вернулся оттуда. И они не были политиками. Мне 6 лет было, нас забрали. 10 детей было. Ночью пришли, выкинули нас на улицы, раздеты. И посадили нас в товарный поезд. Ехали и ехали ночью. Остановился поезд. А на другой линии другой поезд. И забрали мужчин, отцов наших. А мы маленькие. Ни постели, ни диванов, ни кровати. Негде прилечь маленьких. Мы больше не видели отца. С другой стороны, представители премарии утверждают, что членов ассоциации жертвы политических репрессий из Бельс пригласили принять участие в мероприятии. Но они отказались. Мы предложили всех людей, чтобы участвовать в нашу сцену. Дома Ункуца, с несколько человек, 17 человек, не хотят участвовать в нашу сцену. Мне очень сложно, что некоторые люди пытаются делать политика из-за событий, которые были организованы, с хорошим сердцем. В этом году местные власти обеспечили проведение памятного богослужения священниками Молдавской метрополии. В ночь с 5 на 6 июля его преосвященство отец Анатолий, епископ Бельский, совершил панахиду по жертвам депортации. В ту ночь из Бельс сотни жителей Бесарабии были отправлены в Сибирь. Субтитры создавал DimaTorzok